ну что друзья доброе утро в общем мы оленевки это самая крайняя точка крыма и пожалуй россия здесь прекрасно в общем вечером доехали до автокемпинга здесь есть автокемпинг достаточно дельный цивильный но нас в него не пустили потому что заезд здесь строгость 9 нужно ждать администратор поэтому мы вчера уже ночью вот так вот бросили палатку в две машины ребята спали в тачке мы соответственно в палатке с детьми ну мы как обычно до утром уже разложили стол тут же сразу можно сходить в туалет в душе 20 рублей это дело стоит кто-то из ребят вообще вот так вот как вот эта палатка они здесь прям стоят постоянно либо вот лагерь ребята тоже разбили стоят постоянно дело в том то что кемпинг я вот сейчас прошелся с утра забит забит вообще нереально там просто негде даже встать я не знаю мы сейчас дождемся когда придет министратор с администратором походе у меня есть на примете несколько мест конечно спрошу можно ли там ставить вот и дальше будем решать ну а сейчас пока нет 9 утра наверное мы будем завтракать а пока ребята у меня там запаривается гречка детки хотят кушать я сгонял до магазина и купил молока это коротко оценок в оленевке вот это вот бутылка литровое молоко стоит 100 рублей по моему многовато что у нас созрел первый завтрак вот мы едим гречку детки гречку с молочком я вам уже показал насенька с маслом солью уже арбузик вскрыли утра очень прекрасно что не светит солнце погода пасмурная и это дает возможность комфортно позавтракать потому что мы просто в поле в чистом ничего особо не раскладывали только палатку ждем когда придет администратор мы пока быстро покушаем нам приятного аппетита слушайте я конечно дико удивлен потому что мест нет я пообщался с администратором она говорит почти все занято даже вот прикиньте для палаток и вот иду и думаю вот показываешь какие-то места их рекламируешь и потом получается что сам от этого и страдаешь ну ладно сейчас вроде здесь люди съезжают я очень надеюсь что у нас получится встать здесь вот так ну что говорится переночевали теперь нужно складываться потому что я уже сходил нашел там место поэтому мы сейчас убираем палатку и будем заселяться в кемпинг но чуть попозже я вам покажу что за место я в общем туда заехал а там стоит какой-то тип уже собачкой и говорит мол типа не 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 мы я говорю не я пол десятого груза не уже это место и ждал когда ну короче немножко поругались позвали администратор администратор все там им объяснить они психанули уехали поехали на беляус давайте ладно удачи все мы сейчас идем раскладываться наш лагерь и сразу покупаемся потому что очень сильно жарко вот я платил дали мне вот такой пропуск у них стандартный оплатили пока на две ночи потому что будем смотреть по настина состоянию нашли более-менее местечко вот сейчас попробую заехать туда ну и вам все покажу как что где ну что как и обещал смотрите в этом году лиман не высох было очень много дождей поэтому как бы мест под палаток естественно сразу же меньше мы встаем в третьей линии у нас так стала значит палатка здесь остался от кого-то стол но мы еще поставим свой вот и в принципе тенек есть от вот это вот дерево вот мы установили наш туалет палатку переодевалку вот так она выглядит все главное сейчас еще и растянуть спасибо так ну что мы в общем выдвигаемся купаться сейчас посмотрим море она сегодня штормит на мое общее удивление еще двадцатом году ни разу поскольку мы здесь стояли ни разу не было волны а сегодня я даже видел девчонку которая приезжала катала на серфе прям интересно так ариана осталась палатке с мирочка снастенько догоняет и пойдем вот так здесь значит выглядит несколько линии мы получается вот встали на третьей линии вот эта вторая линия и там дальше есть первая линия ребята я сейчас нахожусь на мысе тарханкут здесь огромное количество палаток здесь неподалеку есть чаша любви и что я хочу сказать мы пропутешествовали крым несколько раз и написали свой авторский который стоит всего лишь 490 рублей приобрести его вы можете очень просто написать либо мне в instagram в директ либо насеньке изучите его откуда для себя крым с другой стороны пропутешествуйте крым с удовольствием локации достопримечательности советы рекомендации все это есть в нашем авторском гайде продолжаем выпуск так я тут по ценникам по трейлерам узнал есть кому-то нужно да то есть если вы хотите в их ней трейлер заехать то от 3000 час значит на июль месяц но если мы со своим то сейчас не послужи по моему что 1000 рублей то есть здесь можно везде видеть его запитаться электричеством и собственно это сделаем я здесь уже познакомим соседом он себе подключил запитаюсь от него что было поближе и соответственно просто разделим в пол цены мы так делали в том виду и в этом году так же сделаем как бы всем удобно всем приятно а вот ребята пляж майами майами шикарнейший пляж здесь белый песочек очень очень горячий единственно что здесь вот такие вот есть колючки видите которые нормально так пиваются в ноги и это конечно неприятно пляж майами он очень большой и огромный людей мало как вы можете сказать увидеть точнее да кто-то говорил что в оленивки там вообще просто тоже борщ из людей пара и она по вот я вам показываю реальную ситуацию сейчас в оленивки море чистейшие хоть и штормит посмотреть какой великолепный цвет море здесь они в этом году сделали даже купание для детворы у так огородили но здорово вон видите мои уже сразу стартанули опа видеть какая обстановочка идеальный песочек гляньте 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 какая красотища чуть-чуть чуть-чуть сбаламученная но но там подальше она будет очень клёвое ладно сейчас я оставлю очки и пойдем заходить так ребятки кто переживает за насеньку вот она мы еще не родили но очень хотели приехать в этом году на запад именно на купаться в этом обалденном море и именно сейчас это с вами будем делать будем заходить полну моря здесь прям прохладное наверное градусов ребята 20 наверное 23 да и она прям ух водится прохладное ладно сейчас зайдем гляньте какая чистейшая круто ух все меня волны прям по самый подбородок ударили а вон там ребята подальше видите здесь как бы глубоко становится а дальше слова мелко здесь конечно очень опасная тема тягуны как в анапе есть поэтому купаться нужно аккуратно ладно давайте с вами нырнем раз-два-три ладно какой-то вот не сравниться с очень знаете почему потому что на нашем берегу ты хочешь освежиться в такую жару а ты не можешь освежиться потому что море 28-30 градусов а здесь вот ты освежаешься как ладно давайте еще раз ну что я вместе с вами добрался до косы где просто пены из волн гляньте какой кайф как на океане вообще супер здесь прям мелко но да надо до нее доплыть вот берешь доску и погнал вот посмотрите как здесь мелко там вообще нету дна какая чисто вообще кайф посмотрите какие волны это же это же просто серф ща попробуем ща попробуем вот так нереально смотрите так давайте еще раз сквозь волну вот смотрите так все пойдем на берег я аж устал вот волны сегодня сильные ходят спасатели ребята предупреждают что сегодня есть отбойное течение далеко ни в коем случае нельзя заходить нельзя так делать да потому что унесет скорость течение очень сильно и люди просто погибают поэтому если вы смотрите видите вот такие вот сильные волны лучше воду лезть не нужно либо вот тут вот прям возле берега купаться а тогда заходить не надо так товарищи мои зрители за полю вам кое-что он смотрите вот тут вот стоят поясники так что не нужно ни в коем случае ездить выпившим и нарушать правила здесь они стоят очень часто поэтому аккуратно почему я сейчас так заострил внимание на выпивших потому что вчера когда мы подъехали разбили уже лагерь начали ложиться спать видели как просто приехали пьяные которые как раз проживали в этом кемпинге сцепились с охраны зато до драки но смысл в том то что сегодня их тоже отсюда выгнали а могли вот попасть еще дополнительно полиции делая так ни в коем случае не нужно вы часто спрашиваете что мы готовим смотрите у нас будет рыбный суп из горбуши у нас здесь все нарезала и все вот так вот на газовой плите и рис уже варится так у нас тут случился анекдот из жизни женщины дает мне говорит слава надо консерву открыть я говорю открывашку взяла она говорит нет я же ее никогда не открываю и сидит довольная картошку режет я тебе тоже нож не возьму там палку палку положу я же не режу главное короче придется как-то открывать ножом вспомним армейку ложить она будет смотри вот вечно ее открываешь и ну прям ты сейчас здесь найдешь она будет потом на полденьку самушки на полденьку на полденьку на полденьку смотрите какая четкая мы ее покупаем за 70 рублей в краснодаре так смотрите чем я сейчас занимаюсь здесь в кемпинге можно купить вот такие вот штукови называется ваучер то есть это интернет стоит 25 рублей в день вообще в принципе недорого главное чтобы вайфай достал сигнал вот и мы подключимся в двадцатом году пользовались очень-очень удобно настя приготовил такой шикарный супец не уха конечно но рыбный что есть еще на море не рыбный супчик вот я уже даже прям добавки что водой не разбавил? спасибо вот что был пожиже Настенька мне налила воду самая заботливая жена просто хоть горячей водой горячей не технической не технической ладно приятного аппетита мне этому человеку вечно не имется он бегает ищет в оленевке жильем мы ему говорим вот прям здесь все здесь же классно нет же бегает ищет это зафикать? короче брательник у меня творит чудеса мы немножко сделали паузу после обеда еду так сказать утрясли и пошли купаться волна стихла море стало еще чище я конечно хочу вам это показать и посмотреть подводный мир людей на пляже посмотрите вообще минимум вон Темка бежит на держи промой ее только сынок сначала смотришь замерз Маугли на дулька минимум людей Настенька накупалась Ариана накупалась смотрите волн уже мало не то что было сутрица вы видели и водичка ну сами посмотрите какая она стала вообще обалденная вообще обалденная смотрите водоросли все ушли и все и думаю к вечеру если будет полнейший штиль то вода будет еще прозрачней уходи уходи без рукавов отсюда ты чего ну-ка быстро вон родион экстремалит давай давай бегом вот такой вот ребята моя им бич ленивка красота а вот моя племяшечка идет первый раз в море первый раз да моя хорошая давай давай сейчас искупаемся вот так вот какая вода классная не бойтесь детей возить на море им это нужно ребята мы первый раз привезли детей родиону было три месяца мирочки опа напугалась это не надо ооо напугалась напугалась что это за волна такая а что это в а а а вы а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что у нас дело к вечеру, значит ужин, а на ужин, как всегда по нашей традиции, это шашлык. Сегодня обойдемся без овощей, просто пожарим мясо. У нас здесь есть любимая палатка, в которой мы постоянно берем мясо, когда здесь отдыхаем. Надеюсь, что оно и будет, и мы вкусно сегодня поужинаем. Овощи готовить не будем, сделаем просто нарезку, помидоры и огурцы. Огурцы купим, а помидоры привезли из Краснодара. А еще смотрите, как я загорел. И дети тоже загорели, и Настенька тоже. Ядреное солнце. Вот он, наш любимый шашлык. Ребята, еще многие спрашивают вопрос про электричество. Смотрите, у меня вообще в машине стоит вот такой преобразователь на 220. Я просто его включаю, здесь в розетке постоянный ток, и все, и заряжаем все гаджеты, телефоны, пауэрбанки. Также можно решить вопросом просто здесь, например, в кемпинге, запитаться за 200 с чем-то рублей. Но мы вот тут с соседом договорились, он уже подключился, мы протянем, и я подключусь, и пополам разделим сумму. Вообще, возите всегда с собой, если вот вы так любите отдыхать. Провод, ну кабель, да, то есть метров 10-15, выкатушку возите, и, пожалуй, в любом месте вы найдете, где запитаться. Так, ну что, я добрался до шашлыка, у нас тут наш такой старичок, мангальчик, ездит с нами, сейчас вместе с вами его разложим. Покажу, что он из себя представляет, он старый, поведенный такой уже весь, но он свою функцию выполняет. Ну что, смотрите, собрал мангал, вот что он из себя представляет. Видите, если сверху посмотреть, он вообще весь уже кривой, но жарит, держит, в принципе, жар он отлично. Я, короче, стараюсь сделать все это дело без розжига, вот, иногда у меня очень сложно получается. Вообще, смысл следующий, накладываете бумагу, сверху уголь, потом вот таких вот палочек, обычно это просто такие сухие, но что-то здесь вообще с этим трудно, поэтому я нашел такое полено. Сейчас попробую при помощи бумаги от угля и этих палочек разжечь. Ребятки, у меня, короче, пока разгорается уголь, я хочу подняться на дроне в воздух и показать вам вечернюю атмосферу запада Крыма. Полетели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, представляете, в этот раз у нас получился всего лишь один шампур. Но куски здесь огромные и вот этот вот один шампурик весит 800 грамм, ну то есть нам хватит сейчас это покушать перед сном, чтобы не объедаться. А так обычно мы на свою семью покупаем килограмм двести, кило двести. Покажу вам идею на палатку, так гирляндочку вешайте. У меня жарится шашлычок, вроде все нормально и вот так вот мы, смотрите, повесили прожектор. Это мой прожектор. Мы тут соседями запитались, включили музыку и у нас такая совместная туса. Здесь есть вот такой у нас парк. Севераночка играет музыка. А есть просто, просто, смотрите, пляж Экстрим называется. Там играет музыка, играют диджеи. Давайте я вам покажу эту атмосферу, там реально клево. Так, глядите, как здесь круто. Вот такой танцпол. Чтобы вы понимали, это все песочек. Совершенно все бесплатное. Еще потанцевал. Класс. Еще есть вот такая вот площадка в виде осьминога. Печельки. Есть, значит, как это правильно называется, забыл. Типа автопати. Вот такая вот сцена здесь по утрам. Играют диджей для тех, кто еще не устал танцевать. Посмотрите, как там все шикарно подсвечивается. Есть, значит, бар. Вот. Большой скейт-парк, про который я вам говорил. Здесь можно катать. Вообще совершенно бесплатно. И днем, и ночью. Сейчас я покажу вам, что есть там. В общем, здесь такой, ребята, большой фудкорт. Фотосоны. Логотип Экстрим Крым. И самое главное, да, это символ Запада Крыма. Это вот эти вот большие синие медузы. Тоже, соответственно, фотозоны. Здесь вот такая вот паркур-площадка. Тут же идет, значит, воркаут-площадка. Вот тут проходят йоги. Вот здесь вот детская площадка. Здесь занимаются детьми. Вот это вот натянут тент. Это здесь по вечерам кинотеатр. Летний, кстати, он тоже совершенно бесплатный. Ну и, соответственно, футбольная-волибольная площадка, где можно собраться с ребятами и вот так вот погонять мяч. Ну не круто ли, ребята? И это все, это все, ребята. Совершенно бесплатно и каждый день. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...